Всем привет. Меня зовут Татьяна Гринева. Я руководитель фэшн-портала BeInTrend и совладелец интернет-портала Izume.ua. В прошлом была его директором на протяжении 5 лет. Возможно, с кем-то из вас мы знакомы по какому-то из проекта. Я на данный момент являюсь маркетинг-директором компании Internet Invest. Это бренды и имена. Я являюсь создателем и совладельцем BeInTrend.com, руководителем которого является Таня. Я хочу еще маленькую ремарку. На самом деле, немножко тяжело докладывать вдвоем. Мы репетировали. Сложно. Видите, даже мы в разное время выходили, вот такое получилось. Немножко, наверное, несуразно выглядим на сцене. Мы постараемся. Я хочу начать с того, как вообще появился проект BeInTrend.com. Наши отношения вообще начались со служебного романа и в дальнейшем я понял, что хочу делать бизнес этим человеком. Да, так случилось. И я искал тему, которая бы была интересна ей и мне. Таня повернута на моде вообще с детства мечтала. И я понял, что… Мне это тоже нравится. Мне нравятся красивые картинки, красивые люди. И родилась идея. Это был 2010 год. С тех пор мы не смогли сделать на самом деле то, с чего все задумывалось, но мы надеемся, что вот то, что мы делаем сейчас, будет в тренде сегодня. Мы развиваем e-commerce, мы делаем контент-проект, производим свой уникальный продукт, который, надеемся, будет интересен людям. Ну, начнем. Ну, сегодня мы не будем говорить о конверсиях, о ключевых показателях, о маркетинге, о продажах. Мы будем говорить о том, естественно, есть ли секс в семейном бизнесе и о том, с чего начинается любой бизнес. Это с поиска партнеров. Как его выбрать? Это картинка для привлечения внимания в тему сегодняшней нашей темы. Да. Ну, на самом деле, все мы знаем, что бизнес начинается с идеи. Все-таки, ну, идея – это первое состояние бизнеса. И, ну, в идее вы знаете, да, правило трех «Ф» – кто инвестирует в идеи? Это ваша семья, ваши друзья. Ну, бывает так, что инвестируют дураки, но это кому повезет. Ну, иногда с идеей своей вы часто обращаетесь к своим близким. Иногда они дают очень даже неплохие советы. И когда идея нравится вам настолько, что вы думаете о ней постоянно, то дальше вы уже начинаете искать партнера и понимаете, чего не хватает. На самом деле, в момент, когда вы понимаете, что вы хотите делать эту идею, вы начинаете думать, а как же я могу это реализовать? Вы понимаете, что вам не хватает денег, времени, потому что вы работаете, не знаю, у вас там ребенок, может быть, знание в какой-то сфере. Потому что мы часто пытаемся создавать что-то в том, чем мы не до конца разбираемся. И ищем людей, у которых есть в этом опыт, мы идем к этим людям и задаем им вопросы. Ну, соответственно, да, ищем партнера, чтобы делать это. И вопросы, которые мы задаем, чаще всего они задаются все тем же людям, это ваши близкие. Потому что им вы доверяете, вы не боитесь им раскрыться, вы не боитесь перед ними опозориться, выглядеть глупо. Вы задаете им вопросы, и они на них отвечают. Часто получается так, что дальше бизнес мы делаем с близкими людьми. И вот есть народная мудрость, дружба – дружба, служба – службой. Но очень давно появилась, в 54-м году там стихи с ней писали, да, то есть, ну, уже век прошел. Нам кажется, что мы сможем это разделить. Поверьте, это невозможно. Вам придется понимать, что на работе вам придется работать с другом, а дома вам придется помнить, что это ваш бизнес-партнер или же там не дома, да, на пьянке какой-то. Еще одна большая ошибка, которую допускают вот на самом старте, да, вот мы говорим сейчас о состоянии ноль проекта. Нам кажется, чего делить шкуру неубитого медведя. Давайте вот мы будем делать проект, не знаю, ты там будешь программировать, я нарисую дизайн, кто-то пойдет продавать, кто-то еще что-то сделает. Это неправильно. Потому что, когда появится, что делить, каждый будет говорить, чувак, я сделал больше. Ты сидел дома, ты нифига не делал. Поэтому не допускайте такой ошибки. На самом нулевом этапе вы должны понимать четко, кто что делает в проекте и что за это получает. Потому что, на самом деле, начиная бизнес с близкими людьми, вы банально рискуете потерять этих людей потом, потерять ваши отношения. Ваши отношения могут измениться. В конце концов, вы можете потерять свой бизнес. Потому что, когда вы начнете делить бизнес, который будет стоить, не знаю, пускай он будет стоить 10 тысяч долларов, да, сумма, которая там уже есть о чем подумать, вы начнете ссориться, кто-то перестанет программировать, кто-то перестанет продавать и завтра вашего бизнеса не станет. Поэтому, начиная создавать бизнес, вы должны четко знать цели каждого из участников бизнеса. То есть, зачем он в него входит, что он хочет получить. Каждый должен получить свою зону ответственности. То есть, четко вы должны знать, о чем каждого человека спрашивать. То есть, если у нас проблемы в том направлении, значит, это вот он виноват. Ну и он недорабатывает. То есть, каждый должен понимать, что от него зависит. И если проект не развивается, то понятно, на кого надо давить. В случае, если мы говорим о финансах, то опять-таки, когда один человек говорит про инвестицию, то есть про стартапы, все мы знаем, что это отчасти лотерея. Очень маленький процент стартапов выстреливает. Когда у нас горят глаза, когда у нас есть идея, мы уверены в том, что это принесет деньги. Ни фига так не будет. В 9 из 10 случаев так не будет. То есть, приходя к другу и говоря, чувак, мне нужны деньги, будьте уверены, что он готов потерять эти деньги ради вашей идеи, ради вас, чего угодно. Но он должен быть готов потерять эти деньги. Или если вы вкладываете, вы должны быть готовы потерять эти деньги. Потому что, ну, это вот такие правила игры. Ну, я считаю, что каждый человек, который участвует в проекте силами, он должен быть голоден к этому проекту, он должен хотеть зарабатывать больше. Это, на самом деле, очень важно. Не все люди хотят зарабатывать больше. Это тоже факт. И у человека должны гореть глаза. Тогда он будет делать больше, будет продавать, будет ходить по рынку. И действительно, возможно, что-то получится. И я вот для себя еще определил такую возможность идти до конца. То есть, у каждого человека есть дно. Для кого-то, ну, не знаю, это его ноутбук. Ему больше ничего не надо, потому что с этим он может создавать продукт. У кого-то есть семья, дети, кредит. Для него дно, там, зарабатывать какой-то фикс в месяц. Пускай это будет, там, 2000 долларов. И если такой человек есть в команде, если он уходит с основного места работы ради вашего проекта, вы должны быть уверены в том, что, независимо от того, как успешно пойдут ваши дела, каждый месяц вы должны знать, откуда вы возьмете сумму, которую вы платите тем людям, у которых дно – это определенные деньги. Потому что, если они не получат эти деньги, у них будет проблема. У них, ну, эмоционально они не смогут дальше делать то, ради чего вы собрались. Ну, собственно говоря, да, вот, резюмируя, то есть, как не допустить ошибку, это надо все проговорить. На первом этапе все люди, которые так или иначе участвуют в проекте, они должны все обсудить. Ну, и вот, собственно говоря, про деньги, да, вот есть правило, не отдал же вы больше, чем готов потерять. Ну, здесь то же самое про инвестиции в проекты. Ну, и говоря что-то, будьте честным с самим собой и со своими партнерами, тогда у вас не возникнет потом проблем. Ну, это как бы банально, но часто мы не договариваем. Ну, и что делать, если твой партнер – это твой партнер во всех отношениях? Тогда получается ситуация, когда вы виделитесь просто круглосуточно. То есть, 24 часа, 7 дней в неделю, круглый год, вы видите друг друга. К этому нужно быть готовым и нужно понимать, что это уже не конфетно-букетный период, грубо говоря, когда круглосуточное видение друг друга радует. То есть, бывают проблемы. Вот бывает так, из офиса приезжаешь в шоурум бейн-тренда и надо решить какие-то вопросы по бизнесу. Я такой подхожу Тане и говорю, Тань, давай сейчас поработаем, решим эти вопросы. А она говорит, слушай, я голодна, давай поедем в ресторан, нам покушаем. Ну, и заодно мы же это обсудим там в ресторане, ну, это же не проблема. Ну, ты говоришь, да, конечно, мы там все можем обсудить, ноутбук там откроем, пообсудим. Ну, едем в ресторан. Ну, в итоге, так как Юра приезжает в бейн-тренд шоурум после восьми, то в ресторане получается следующая ситуация. Когда мы начинаем чего-то обсуждать, то Юра говорит, о, я так устал за день, давай все-таки сейчас спокойно покушаем, а приедем домой и все обсудим. Ну, приехав домой тоже, там хочется всегда снять одежду, да, там умыться. Ну, и получается такой, слушай, там классный фильм такой вышел, давай посмотрим кино. Ну, и естественно, Юра соглашается, говорит, да, конечно, давай посмотрим фильм. Утром просто встанем пораньше и все сделаем. Утром чаще бывает такая ситуация. Да, то есть я обужу Юру, но так как я жаворонок Юра сова, то встать раньше – это практически нереальная задача. В итоге еще десять минут превращаются к какому-то выходу в дедлайн. Ну, а еще многие решения вопросов превращаются, примерно, в такие сцены. То есть Тане что-то очень надо, что могу сделать только я, она пытается убедить меня это сделать. Ну, и соответственно, так как Юра занимается еще другими бизнесами, то Юра отвечает вот так, как на картинке. Ну, несмотря на все ситуации, о которых мы говорили, какие-то сложности, неприятности, плохое настроение, ссоры, нужно помнить о том, что важно для вас в этом бизнесе, в этих отношениях и важно помнить о ваших целях. Наши все. Да, для нас это, в первую очередь, у каждого человека, который занимается интерпренерством, создает что-то новое, у него должен быть высокий уровень самомотивации. Ну, лишь тогда есть шанс что-то создать. Естественно, драйв и любовь от проекта, который он делает, от бизнеса. И удовольствие от самого процесса. Вам могут говорить, что любая цель бизнеса – это деньги, но в чем-то люди правы. Но наша философия, что в процессе тоже надо получать удовольствие, тогда деньги будут. Ну, и наконец-то, не сомневайтесь, работа – это и жизнь. Это все. Мы знали, что наш доклад будет где-то в конце. Мы хотели вас сделать ненапряжным, может быть, чуть-чуть фановым. Если у вас есть какие-то вопросы, мы готовы откровенно на них ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы верите в проект свой? Be in trend, я имею в виду. Это Юрий или мне вопрос? Юрий. Да, я верю в этот проект. Можно сразу следующий тогда? Да, да. А почему вы с основного места работы не уйдете? Есть некоторые задачи, которые у меня стоят на текущем месте работы, и я их тоже хочу достичь. Ну, то есть я в данном случае выступаю в роли интерпренера, который занимается не одним проектом. То есть у меня есть в именах, я занимаю там высокую должность, мы делаем внутренние проекты, мне это нравится. Я верю в Танюн успех, я ей помогаю. Я почти не занимаюсь оперативной деятельностью в Be in Trend. Ну, поэтому я не вижу смысла мне уходить с основной работы и заниматься этим проектом. А вы на основной работе сейчас наемный работник или со-собственник? Я наемный работник, но я хочу работать так, чтобы стать со-собственником этой компании. Это возможно там на Танином примере. Она пришла в Изюм project manager и ушла из Изюм владельцем акций, когда поняла, что дальше ее присутствие в этом проекте не дает вот того старта, который был у нее, ну, запал в начале. Ну, потому что люди перегорают в проекте, их иногда надо менять, иногда нужно чем-то мотивировать. Она проработала пять лет в Изюме. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний момент вы, будучи наемным работником, за свое время вложенное в чужой проект с перспективой акций получаете больше, чем за то же самое время получали бы в своем собственном проекте? Мои доходы позволяют мне инвестировать в свой проект. У нас есть ангел, это не секрет, но часть денег… Мы начали проект за свои деньги. Потом у нас появился ангел, благодаря которому мы смогли развиваться более динамично и делать то, что мы делаем сейчас. Относительно большие для интернет-рынка бюджеты на рекламу, на производство своих вещей. То есть мы там делаем довольно много, делаем на уровне с проектами, в которые вложились сейчас венчурные фонды. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Яна Майка. Такой вопрос. Так есть ли секс в семье? Потому что вы говорите, мы работаем, мы хотим обсудить, наобсудить времени нет. Вы… У вас семья или у вас бизнес? Так все-таки вы про семью или про секс? Ну, про семью, потому что семья без секса существовать не может. Ну, я могу с вами поспорить, но давайте на первый вопрос. Это ответ? Нет, это не ответ. Я же говорю, отвечая на прямые вопросы. У меня была юношеская мечта детства – секс в офисе. Вот. Я и реализовал. То есть все окей. А с семьей… У нас семья. Мы семья… Ну, не знаю, на самом деле слово немножко непривычное для меня. Мы семья интерпренеров. Ну, то есть мы как бы вместе вот это делаем. Нам нравится. То есть мы планируем там строить еще свой маленький стартап, который вырастет, надеюсь, умного человека. Но сейчас вот посвящаемся этому проекту. Еще такой вопрос. Вы говорили по поводу делить шкуру неубитого медведя и то, что нужно все обсуждать. Вы каким-то образом это документально оформляли или у вас все в устной форме? Смотрите, я тут, кстати, пропустил. У меня еще есть кейсы жизни. Первый свой проект, который я сделал, мы в него вложили живых денег. Я не знаю, там 500 долларов, наверное. Это было три человека. И в какой-то момент одного человека пришлось… Ну, это был друг, но ему пришлось сказать «пока». И вот когда у вас там проект стоит 500 долларов, очень сложно человека выводить. Ну, вот это банально, это кажется, ну как так может быть, это же там смешно. Но чтобы не испортить отношения, я сохранил с этим человеком дружбу на самом деле, мы до сих пор общаемся. Вот. А на данный момент… В нашей стране оформлять… Ну, бессмысленно, честно. То есть… Ну, почему? Если какой-то документ хотя бы нотариально заверенный, это уже документ, который… Смотрите, вы через суд никогда ничего не получите? В ООО, если вы владеете меньше, если не ошибаюсь, 25% акций, вы никто. Реально, в нашей стране вы никто. То есть, если вам предлагают 10% в ООО, вы должны понимать, что если вас захотят, вас кинут. Вы должны об этом помнить. То есть, все на человеческих отношениях строится, и все зависит от людей, которые с вами договариваются. То есть, у нас все на договорных отношениях. Спасибо. Татьяна, расскажите все-таки про ваш проект. Я так понимаю, что это больше ваш проект. Это наш проект. Но вот мне почему-то показалось по разговору, все-таки он больше ваш. Вот расскажите, в чем фишка? Почему все-таки это? Как давно начали? И, собственно, на каком сейчас этапе? Спасибо за вопрос. Потому что рассказывать о том, чем ты живешь, это всегда приятно. И можно делать это долго-долго-долго. Я всегда, если начать там с самого-самого начала, то с детства я мечтала быть дизайнером одежды. То есть, это с такого маленького совсем детства. Но так исторически сложилось, что моя мама математик. В итоге я, соответственно, тоже закончила мехмат. Но потом случилось так, благодаря тому, что я познакомилась с Марией Тереховой, докладчица, которая в 16.10 выступала, очень вдохновляющая. И я стала руководителем проекта Zoom.ua, в котором я активно занималась темой, которая меня всегда волновала, мода. И в итоге все это выросло, соответственно, в фэшн-портал BeInTrend, в котором мы… Что есть BeInTrend? BeInTrend – это фэшн-портал, и это интернет-магазин одежды дизайнеров, пока только украинских, и популярных брендов. То есть, вы можете зайти в storebeintrend.com и выбрать одежду, обувь, аксессуары, которые в тренде. Это абсолютно все оригинальные вещи. То есть, у нас нет подделок, их не будет никогда. И заказать их с бесплатной доставкой по Киеву-Украине. Кроме этого, это медиаресурс. То есть, у нас есть раздел «Блог», который совсем не блок по формату. То есть, это медиаресурс. У нас есть редакция, есть свои фотографы, абсолютно все авторские материалы. То есть, это медиаресурс о моде. Кроме этого, есть еще другие форматы, которые мы будем развивать. И не только в Украине. То есть, мы сейчас уже над этим активно работаем. Вот так. Я хочу добавить пару слов. На самом деле, я хотел подарить человеку, которого я люблю, мечту. И я надеюсь, у меня это получится. Здравствуйте. Спасибо. Да, я тут. Спасибо за презентацию. Очень интересно. Я желаю вашей паре всего самого наилучшего. Но! Чисто гипотетически, если ваши отношения прервутся, что будет с проектом и предусмотрели ли вы этот вариант? Предусмотрели. Потому что мы… Ну, то есть, несмотря на то, что есть… Кстати, это тоже важный момент, который можно было как-то указать в презентации. И на самом деле, Юра говорил о том, что делить шкуру неубитого медведя нужно. То есть, нужно планировать, что будет если. Так как, несмотря на отношения, привязанность, любовь и так далее, у нас есть совершенно реальное ощущение бизнеса. Мы бизнесом занимаемся, а не мечтами делимся. Естественно, этот бизнес будет работать, развиваться по тому плану, который задуман его создателями. Я ответила на вопрос. Спасибо. Раз, раз? Да. Татьяна, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о том, как вы продвигаете свой проект в социальных сетях? И второй вопрос… Ну, насколько это окупается? Больше это имиджевый шаг или это действительно там работает? И второй вопрос… Вопрос про магазин больше, чем про портал. И второй вопрос, насколько себя окупает… Вот участие… Я вас часто вижу в портал-магазин на всяких предпринимательских тусовках. И на самом деле там одежду, я уверен, миллионы раз ищут в поисковых системах за месяц. А вот мы смотрели, например, слово «стартап» ищут 25 тысяч раз. И получаете ли вы достаточно оттуда покупателей или каких-то других, возможно, вещей со своего участия в таких мероприятиях? Спасибо. Спасибо. На первый вопрос отвечу кратко сейчас. Если вас не удовлетворит это, мы можем потом пообщаться просто вне доклада. Да, мы продвигаем в социальных сетях Bintrend. Мы присутствуем в большинстве, наверное, социальных медиа. То есть это Facebook, Twitter, Вконтакте, Instagram, что-то еще. Я могла что-то забыть. Естественно, это приносит определенный результат. Иногда не такой, как мы хотели. Иногда наоборот, больше того, чем мы прогнозировали. Но этот вопрос можно взять долго. Я, естественно, не буду сейчас вам рассказывать четкую схему нашего продвижения в социальных медиа. Это, наверное, не вопрос на этой конференции. Вопрос номер два. Приносит ли мне, нашему проекту, пользу мое и наше присутствие на всяких стартап и предпринимательских тусовках? Это аналогично вопросу о эффекту рекламы интернет-проектов в телевизоре. По-моему, на группоне обсуждали этот вопрос. Естественно, вы конверсию померять не можете. Хотя там в Твиттере, на самом деле, в переписке мы с кем-то обсуждали, что нет, можно в телевизионной рекламе поставить там хвостик ссылкой или дать какую-то специальную ссылку и тогда мерить, сколько покупателей пришло с телевизора. Ну, это невозможно. То есть, естественно, задача всех оффлайн активностей, в частности и выступления руководителей, представителей компаний на конференциях – это исключительно имиджевое продвижение и построение бренда. То есть, вы меня запомнили, это прекрасно, вы запомнили Bintrend – это хорошо. Вы видели баннер, возможно, вы перешли на сайт и что-то купили. Я думаю, Таня достаточно сказала. На самом деле, за 100 баксов мы не продадим видео, а там уже следующий доклад, люди, у нас, наверное, время. Если есть какие-то вопросы, которые там могут быть действительно интересны, давайте там еще один-два вопроса и мы будем уходить. Таня, я хотела спросить насчет детской мечты. Как ты сказала, ты хотела быть дизайнером одежды. Делаешь ли ты что-то в этом направлении? Планируешь ли действительно выпускать свою линию одежды, продавать ее? Спасибо. Спасибо. На самом деле, у нас уже есть две капсульные коллекции, которые созданы украинскими дизайнерами для Bintrend. Их можно купить у нас на сайте в storebintrend.com. Пока сейчас коллекции лично моей нет, но мы над этим работаем. И на самом деле, я периодически шью вещи по своим эскизам. Это давно происходит и сейчас это происходит тоже. И в ближайшее время, не скажу, когда бренд специальный будет. Ну, Bintrend еще такой, мы не говорим об этом, потому что стесняемся. Мы на себя возложили возможность дать людям одеваться в вещи украинских дизайнеров, которые на самом деле есть классные, они немного дорогие. Мы делаем на производстве шьем, это дешевле выходит. Поэтому хотим, чтобы поддерживали украинского производителя не просто из-за слов, а из-за того, что это действительно стоящая вещь. Мы надеемся, что мы поможем развивать фэшн в Украине. Мы надеемся, что мы можем развивать фэшн в Украине. Хорошо. Спасибо.